Сегодня в Кирове идет реконструкция сквера имени 60-летия СССР. Это часть засорного оврага в квадрате между улицами Карла Маркса, Горбачева, Володарского и Молодой Гвардии. Что изменится в этом сквере, узнала Анастасия Китько. Сквер имени 60-летия СССР – часть засорного оврага, словно разрезающего центр города на две части. Овраг тянется от цветущего ботанического сада до низменности у вятки возле Трифонного монастыря. Историки считают, что в древние времена здесь протекала река Сора, впадающая в вятку. Именно поэтому это место назвали засорным, то есть за рекой Сорой. Исчезла Сора после начала строительства в древнем Хлынове городских улиц. Некоторую часть засорного оврага облагородили и в 1983 году официально открыли для отдыха кировчан. Нарекли сквер именем 60-летия СССР. Нельзя сказать, что в современном сквере сильно развита инфраструктура. Некогда красивый пруд во главе скульптуры Нептуна не ухожен и без воды. Однако этот уголок природы пытаются поддерживать в достойном состоянии всеми силами. В рамках городских программ по благоустройству в сквере уже началась реконструкция. В первую очередь мы провели выбраковку зеленых насаждений, аварийных убрали пни. Чето сметили работы все связанные с дорожками, с поребриком, с брусчаткой, с ограждениями. Вот сейчас установка поребрика идет. В нижней части будет уложена брусчатка. Верхняя часть прогулочная от Орловской до улицы Молодая гвардия будет в асфальте. И мы планируем дальнейшее благоустройство в виде установки малых архитектурных форм. Под малыми архитектурными формами подразумевается установка урн и скамеек. А в восточной части сквера, возможно, появится новая детская площадка. Напомним, что несколько лет назад силами студентов установили вдоль асфальтированных дорожек авторские скамейки. Сначала музыкальную, спортивную и интернет-скамейку. Потом в парк приехала и скамейка такса. Благоустройство сквера планируют завершить к концу августа. Анастасия Китькова, Валерий Никулин, Вести Киров.